приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы 11 августа вечера мы выставили для проверки в теплице для проверки лёта различных вредителей чтобы определить чего больше чего меньше но мы и так знаем что массовый лед и картофельной молли и томатной молли плюс различные совки сейчас процветают единственное что ночью мы не видели только летающих клопов черепашек а вот все остальное очень много различных совок различных бабочек и молли все это летает даже и некоторые незнакомые какие-то новые появились но вот мы проверили достали утром улов он оказался настолько великим что нам пришлось менять наш план работы по копанию по сбору урожая картошки тем более пошла посмотрела на картофель да некоторые картофелины уже были поражены те которые сверху картофельной молью нельзя больше оставлять на долгий период картошечку в земле и тем более что вот в сентябре начинает начинается вот такой период непонятной погоды противостояние марса солнца с нептуном и естественно марс и солнце соединятся и в оппозиции к нептуну это будет непредсказуемая погода нептун это вода а марс и солнце это огненная энергия поэтому нужно уже сейчас браться за дело копать картофель вот мы и этим августа взялись мы за сбор урожая картофеля конечно выкопали два с половиной ряда очень тяжелый труд потому что земля очень забита дождей не было практически это были ливни в июне месяце в июле только один дождик и очень тяжелая забитая буквально цементная земля мы выкопали часть картофеля и естественно сейчас же сразу же готовим картофель к закладке на хранение почему во первых я вижу что он уже созревший хорошо вылежался и самое главное нам нужно подготовить так картофель чтобы к нему сейчас не подобрались моли вот это картофельная моль которая буквально видит слышит понюху определяет где находится картофель естественно спешит отложить яйца и уничтожить таким образом с помощью вот этих маленьких червячков естественно наш картофель поэтому мы взялись за очень важное дело я делаю это уже много лет и сейчас покажу как я защищаю картофель и готовлю картофель к хранению уже в зимний период но сейчас получается что сегодня у нас 13 августа картофель у меня уже будет помыт вечером он охладится а ночью уже в 3 часа ночи 14 будет переход луны в знак скорпион и я уже не имею правой возможности закладывать картофель утром потому что в скорпионе очень плохо хранится хотя и посадка и сбор очень хорошие знаки очень важно каждый шаг сделать правильно поэтому мы сегодня вечером 13 августа будем еще раз перебирать картофель и его уже закладывать на хранение собранный картофель я вот так чуть чуть больше половины ведра беру аккуратненько складываю не бьем его беру марганцовку я мою картофель и провожу вот эту операцию такую так все время перчатках надо обязательно потому что руки сгорят еще чуть-чуть можно добавить чуточку чуточку вы знаете морозовка совсем не мешает для хранения картофеля наоборот он засыхает и вот эти глазки тоже присыхают и не так растет и самое главное что мы справимся с яйцекладкой если она есть плюс не только картофельная моря здесь знаете когда-то бабушка для моря использовала нафталин здесь нафталин не проходит это такой карантинный вредитель что ему море по колено ну вот если вдруг здесь сейчас вот находится где-то яйцо отложила картофельная моля если вдруг посмотрите просто мою в основном у нас такой средний крупный картофель разный есть вот и смотрите здесь как будто бы чисто вот этот картофель даже если вдруг там что-то есть дальше смотрите что еще когда я мою видно ага здесь порезались если его оставлю вот так бы засыпали он бы гнил бы и других бы тоже притягивал в это плохое дело поэтому его откладываем вот так вот и так вот я весь картофель да это долго но это зато очень хорошо для того чтобы сохранить картофель у меня до молодого картофеля там вот немножко было оставалось а кстати сейчас нашла там несколько картофелин хорошо хранится это аризона замечательный картофель каррера тут и аризона вот хорошие условия посмотрите видите мало и не не увидеть здесь все нормально но вот здесь уже дырочка это уже здесь поработала вот этот отложенное яйцо было там развивается маленький такой червячок и его сейчас не вижу наверное уже вылетела но снова смотрите я положила в марганцовку марганцовка попадает в эту раночку она прижигает в картофеле эту раночку и картофель не гниет если же вдруг там что-то сейчас даже есть то в марганцовке марганцовка сжигает это что касается яиц вредителей самих вредителей далее что происходит если в нас на картофеле моем дальше есть какие-то споры грибковых заболеваний то естественно вот здесь у нас вредители работал видите я уже вижу что этот картофель пойдет первую очередь его нужно выбраковывать мы сейчас его в другое место будем ложить и вот так я перемываю смотрю это же не тонны у меня для того чтобы кстати я знаю что крупные хозяйства просто берут собирают и в сетках моют и тоже но там биопрепараты то же самое воду с биопрепаратами для того чтобы убрать вот эту яйцекладку здесь маленькая точечка что-то пыталась куснуть вот но если даже здесь споры грибковых заболеваний есть то естественно тоже марганцовка их уберет и присушится вот эти глазочки все это присушится и они вот так вот подсохнут и обеззаражены будут у меня уже есть подготовленные помытые для здесь марганцовка уже мыла вот сейчас еще раз пройдусь вот так вот и потом вот минуту у меня находится видите цвет чуть-чуть меняет картошечка и затем я их выкладываю а уже здесь они у меня подсыхают где они подсыхают я вам сейчас расскажу и покажу они уже подсушились ящички вот снизу получается что воздух поступал здесь у нас немножко солнца и смотрите картофель высох он готов к закладке но я еще раз его просматриваю смотрите есть точечка вот этот картофель у меня пойдет в ящик который мы будем пользоваться до нового года обычно я вот такой выбирают но а там где у нас ну все красивые картофелины это пойдет ящик который мы уже будем пользоваться после нового года этот картофель вот таким образом я выкладываю а потом уже буду выбирать семенной вот он замечательно смотрите во первых удобно чисто красиво и замечательно когда у тебя чистый продукт на кухню попадает ты не эту грязь не моешь и не пачкаешься зимой чистый красивый картофель не не так растет потому что видите по присыхали вот эти росточки и естественно вот мне нужно сейчас присохшие вот это охладить она будет охлаждаться и только уже ночью в часов 11 мы охлажденный картофель сейчас его еще раз переберу на 2 2 ящичка один будет ящик в одно место другое другое вот разные периоды питания и уже когда будет охлажденный картофель мы его занесем в погреб специальные ящики специальные места где он будет храниться вот такая очень важная тема я тоже обещала еще раз объяснить и рассказать почему я так делаю я снова же никого не заставляю я просто рассказываю что я делаю и для чего я это делаю и почему мы это делаем чтобы мы имели картофель зиму и до следующего сезона ну и на завершение этого видео я вам показываю две картошины оставила специально в погребе они были точно также подготовлены купированы марганцовки проросли но видите они сохранились вот что значит работа обработка картофеля чистый картофель обработка марганцовок кислым калием марганцовкой что касается приобретения марганцовки в интернете где угодно сколько угодно это все продается хотя в аптеках как будто бы запрещено но снова же даже лечащий врач может выписать этот пузырёчек марганцовки которые вам хватит и хватит этих маленьких кристалликов много есть в этих бутылочках но самое главное что мы сохраняем картофель в целости и сохранности и сюда уже яйцекладка не будет производиться вот этими вредителями мы прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого доброго до новых встреч на нашем канале